Батуми Батуми это город, где прогуливаясь по уютным улицам, невозможно не увидеть людей, создающих совершенно особенную атмосферу, неизменно пахнущую ароматным кофе. Ты приезжаешь с утра в этот город, по которому тоскуешь весь год, пытаешься найти себе жилье, и женщины, пьющие утренний кофе прямо на улице у своих подъездов, обязательно помогут решить любой вопрос. Помогут и сразу допьют свою чашечку, на дне которой в гуще скромно играют лики восходящего солнца. Присмотревшись к моменту приготовления кофе, ты замечаешь, что в Батуми пьют кофе сумбата. Конечно, вы о нем уже слышали, ведь в декабре 2022 года он был объявлен лидером года в направлении по созданию кофе. Но с чего начиналась история успеха и как кофе с названием его создателя завоевал грузинский рынок, самого элементарного и минимального стартового капитала. Когда распался Советский Союз, значит, люди остались без работы. И каждый что-то хотел найти, что-то хотел искать. Я живу в таком районе, в старом Батуми. Мои соседи, значит, бабушка Шушанник, потом еще семья Никоянов, семья Джошуянова, они продавали кофе. Раньше продавали кофе ложками. Пять копеек ложка молотого кофе. И я подумал, что можно этим делом заняться. И решил заняться этим делом. Поехал в дерево, купил кофемолку, купил палечный аппарат, привез в Батуми и начал работать. Но тогда у нас в Батуми в основном что-то кофе ламбада. И нужно было что-то сделать такое, чтобы победить это кофе. Кроме ламбада ничего у нас не продавалось. Я нашел способ как победить. Создал свой пакет. Самый первый в грузе я создал свой пакет. И написал, подписал своим именем. Люди сначала с недоверием относились, потом стали доверять. И, как говорится, я стал продвигаться в этом направлении. Но ведь кофе продают на каждом шагу, скажете вы. В чем же уникальность кофе сумбата, который пьют во многих кафе, ресторанах, просто на улицах? Создатель делится своим секретом. Надо работать с полной отдачей сил. И тогда все получится. В отличие от других, принципом работы лидера года является молоть кофе ежедневно и предоставлять его почитающим особый аромат клиентам, только свежим. Также слушать клиента, что ему особенно нравится, что можно изменить. И такое чуткое отношение к потребителю приводит к тому, что телефон сумбата Токбашана никогда не замолкает, а его кофе заказывают килограммами. Я был во многих странах мира. Сам я из Ватвии. Но такой вкусный кофе, как в Батуми, я пробую первый раз в своей жизни. Настоящий, насыщенный вкус. Существует множество теорий о том, как кофе завоевал сердца по всему миру. И как этот продукт начал свой путь к тому, чтобы прочно поселиться в ежедневном меню людей на планете. Я знаю, насколько история правдива или неправдива. Когда кофе легализовали в Европе, это был такой купец, как это было. Я сам читал. Он привез зерна с саприки, сварил и приходил с папы римского. И папа римский благословил. Без благословения папы римского ничего не делается. Ничего не делается. И еще из года в год доктора спорят о пользе и вреде напитка. Одни говорят, что его следует пить дозированно. Другие же советуют 5-6 чашек в день. Вот что думает на эту тему автор одного из самых популярных кофе страны. Я считаю так, что кофе не может быть вредным. Всему надо знать меру. Есть кофе, который содержит кофеин. Есть кофе, который не содержит кофеин. У нас в основном грузы пьют кофе, который кофеин практически не содержит. Содержимое кофеина приблизительно 0,8%. А есть кофе других сортов, как, допустим, арабика и другие сорта. Они содержат кофеин. И, естественно, этот кофе пить очень много нельзя. Она содержит очень большой процент кофеин. И, возможно, здесь пить последствия. Я считаю, что это не так, что это не так, что это не так. Это не так, что это не так, что это не так. И несмотря на то, что кофе сумбата пьют и в США, Канаде, России, Европе, это продукт, который не только преодолевает географические границы, но и рамки кулинарии. Кофе от сумбата стал частью культуры. И об этом свидетельствует то, что любители написали о нем песню, сняли клип с миллионом просмотров. Сумбата. Субтитры создавал DimaTorzok